На минувшей неделе корреспонденты ТВК рассказывали о проблеме жителей верхних этажей дома по адресу Боровая 4-5. Напомним, после оттепели, пришедшей в Берск в начале марта, снег на кровле многоэтажки начал таять, а влага просочилась в квартиры Берчан. В таком виде застала свою квартиру Любовь Бычкова, вернувшись после работы домой. По словам Берчанки, с подобным они сталкиваются не первый год. Заходим вечером домой, у нас вся квартира затоплена просто сантиметров, 5 воды, наверное. Побежала теперь вот в этом вот месте полностью вода, в этом месте, там на видео я все, конечно, засняла. Вот, испортился ковер, который в зале протекло под кухонный гарнитур. Вот, все было залито и такое ощущение, как будто вот ты в парилке находишься. Испарение жуткое было, было страшно за то, что проводка может загореться. Со слов Берчан, с подобным явлением в виде капель воды с потолка они сталкивались еще в ноябре прошлого года. Тогда сотрудники управляющей компании заливали трещины на чердаке битумом. Горожане сетуют, что главная причина создавшейся проблемы в большом количестве снега, скопившемся на крыше дома. Однако убирать его управляющая компания не торопится. Ночью я, конечно, выливал всю воду, они пришли только вот сюда к 12, потому что, ну, текет всю ночь, квартира топит, ну, куда? Уже на восьмой этаж, все вот это. С управляющей компанией, да? Я два раза, еще три раза, жена постоянно на телефоне, все вот это. Ну, это какой-то, я не знаю, как это сказать. Вот они пришли, вот смотрите, вот они вычистили, вот она леневка, вот эта громада снега, сейчас тепло с той крыши потекет, все. Ладно, меня затопило, сейчас вообще попрет, ну, салфан там засели, ведра, это ничего, я не знаю. В управляющей компании отметили, что превентивные меры по недопущению попадания влаги в квартиры были приняты. Только после схода снега можно будет говорить о проведении необходимых работ на кровле здания. Управляющая компания реагирует на все такие заявления собственников. То есть в течение 24 часов мы обязаны устранить протекание кровли, что, собственно, было сделано. Подручными средствами локализовали протекание, постелили полиэтиленовую пленку на чердаке, на кровле очистили от снега воронки вокруг них и для схода талой воды. Весной после схода снега будет в любом случае выполнен осмотр кровли, и составлена смета на ее ремонт. Собрание собственников будет инициировано. Собирать средства на ремонт, потому что капитальный ремонт запланирован на 2034 год. Руководитель управляющей компании сообщил, что необходимо проведение экспертизы кровли здания и на его основании обращаться к региональному оператору по реформе ЖКХ о переносе сроков капремонта. Если же на собрании собственников будет одобрен сбор средств на ремонт, то управляющая компания готова его провести. Жителям же остается надеяться, что к тому времени не наступит глобальной оттепели и квартиры вновь не зальет водой от растаявшего снега.